Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский журналист Надежда Киворкова. Надежда Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также задавайте свои вопросы через WhatsApp 230-6191. Вы были близким другом журналиста Архана Джемали, убитого в Центральной Африканской Республике вместе с коллегами. Почти год прошел, 31 июля это случилось. На какой стадии сейчас находится расследование этого убийства? Это случилось примерно в 9 вечера. Вы меня хорошо слышите? Да, если можно, чуть поближе к микрофону вас, чтобы слышать более отчетливо то, что вы говорили. Да, предупредили, я просто не вынесла себе микрофон. Сегодня, как вы, наверное, видели, группа досье, группа расследователей опубликовала большой доклад, 70-страничный, гигантский, очень подробный, в котором чрезвычайно подробно расписано, каково было участие всех пригожинских структур и лично так называемого журналиста Романовского в этом убийстве, в убийстве Архана Александра и Кирилла. Это прекрасная работа, мне горько это произносить, но в Российской Федерации это первое расследование убитого журналиста, который был убит вместе со своей группой государственными структурами или структурами, аффилированными как пригожин с государством. И это было расследовано не государством, а просто международной группой расследователей. Я считаю, что это очень важно. Вы говорили о том, что это смерть, я вас процитирую, должна была пригасить и испугать огромное число людей и лишить их желания что-либо расследовать, но получилось прямо противоположное. Почему, как вы думаете? Вы знаете, журналисты это такое сообщество, которое можно подкупать, запугивать, терроризировать, не давать работать. Но, во-первых, нас много, мы разные, мы все друг друга знаем. И когда год назад это произошло, то это просто всколыхнуло все наше море. И то, что вы видели реакцию на арест и подброшенные наркотики Голунову, это было следствием. Потому что, что называется, люди год занимались, вся наша корпорация год занималась тем, что отслеживала мельчайшие детали этого расследования. И когда это произошло с Голуновым, который никоим образом не имел к этому отношения, он вообще совершенно другого формата человек, ну, это вот, что называется, последняя капля была. И я могу сказать, что это, может быть, очень неприятно и дико звучит, и, может быть, не каждый журналист даже поймет меня, но журналист это не политик. Политик обязан беспокоиться о своей безопасности. Журналист это другой человек. Журналист это человек, который имеет последним аргументом свою жизнь. И если своя жизнь стоит на кону, то обычно журналист, ну, все журналисты сами решают, делают они шаг назад или нет. Вот Архан Кирилл и Александр, они не сделали этого шага назад. Я думаю, что этот шаг назад был для них невозможен. И я думаю, что очень многие люди, кроме меня, поняли, что это убийство было прислано им прямиком из Москвы, и что ЦАР было просто использовано как место удобное с точки зрения пригожинских убийц, потому что им казалось, что они все контролируют, и они спрячут концы воду. Но считаете, что это Немцовский мост, перенесенный в ЦАР? Я считаю, что это очень важно, что это убийство расследовано на таком мельчайшем доказательном уровне. Пригожина нередко называют поваром Путина, и сейчас его называют чуть ли не вторым человеком в России. И по влиянию, насколько эта фигура действительно сейчас влиятельна в России, что можете о нем сказать? В 1999 году, 20 лет назад, установилась хунта спецслужбистов. Мне, я историк, мне неизвестны прецеденты подобного правления. Вот за 20 лет правления этой военной хунты, ну, там меняются лица. Просто Пригожин очень удобный человек в том смысле, что это человек дважды судимый. Это человек, которого, в принципе, легко, удобно и полезно, как кажется, этой хунте, можно слить, когда очень подпечет. И Пригожин – это человек, готовый на самые разнообразные услуги. Если вы прочитаете доклад, там есть очень подробное исследование о его деятельности, как он, собственно, действует, что это за бизнес. И из этого доклада следует, что этот бизнес, ну, это просто одна из рук этой хунты, непосредственно Путина. Он невлиятельный человек в том смысле, в котором, скажем, можно быть назван влиятельным человеком, я не знаю, там, госсекретарь при каком-то президенте. Это совершенно другого рода фигура. Это хунты, устроенные спецслужбистами по псевдо-мафиозному принципу. Она состоит из людей, которых в любой момент можно снять с доски. Это такой человек. Вот вы сказали, что Центральная Африканская Республика – это то место, где легко можно убрать концы. Это действительно вот такое место, в котором проще, наверное, завуалировать то, что случилось, и даже под людоедов, скажем, да? И вот в одном из интервью говорили, что Россия стала все более провинциальной и верит в подобные истории. Как вам кажется? Почему? Смотрите, ну, я не буду долго распространяться. Уровень образования, конечно, он сильно упал, и не только в России, а на всем пространстве СНГ. Я думаю, что вообще это такая общемировая тенденция. Но это неважно. Образованные люди всегда есть. В Царь нет никаких людоедов. Это еще один миф, который упорно поддерживается. В Царь нет никакой гражданской войны. Там есть, как мне написал Архан, на второй, по-моему, или ночью накануне убийства из этой Царь Африканской Республики, он написал, что здесь нет ничего, кроме малярии и русских наемников. Поэтому все, что там происходит, это происходит либо руками этих русских наемников, либо людьми, которых они подкупают. И в докладе, в досье приведены, кстати, расценки, они очень невелики. Пять тысяч долларов стоит каждый чиновник, включая прокуроров и так далее. И когда есть молчание, хватит такая сумма. Вы как друг, как реагировали, когда они поехали туда? Вы отговаривали, как-то предупреждая о рисках, когда Арханжемаль собирался только ехать туда? Ну, смотрите, я тоже говорила об этом, я сама военный репортер. План состоял в том, чтобы поехать в Сирию. И вот на этапе поездки в Сирию, ну, я была в ужасе. Я предпринимала все попытки устроить Архану любую другую командировку, куда угодно, чтобы Сирия не состоялась. Это мое, наверное, журналистское преступление против моих же друзей, которые со мной советовались. Но в Сирии это было очень опасно, и я это понимала. И если бы они поехали в Сирию, мы ничего бы не нашли. Никто бы ничего не раскопал. И там это было невозможно, потому что там контролируют русские все. Когда была обозначена царь, а это произошло в начале июня, я, честно говоря, ну, мне стало скучно, потому что, ну, что такое Африка? Африка – это очень скучно всегда. Архан знал Африку, любил Африку, он туда много ездил. Он ездил туда на каникулы с сыном, он ездил туда в отпуск в Сомали. Он очень хорошо ориентировался в Африке, он понимал ее, если вы понимаете, о чем я говорю. И Архан, ну, как опытный журналист, он, конечно, все там изучил, исследовал ему, это было очень любопытно. И он не видел никакой опасности, в крайней мере, ни разу. Он не высказал мне в разговоре вот какого-то своего предчувствия или опасения. Поймите, что такое фильм? Ведь когда вы берете камеру, и когда с вами есть режиссер и оператор, это не расследование за письменным столом в кабинете, когда вы роетесь в документах, когда вы скрываете базы. Это совершенно другая вещь. Вам нужно, и как оценил Расторгуев, что Архан очень фактурный ведущий, он сказал, что я просто тебя, Архан, сниму на фоне того-то, того-то и того-то. А дальше, как делается расследование? Закадровым текстом, предъявлением документов на экране. Вы выстраиваете это расследование. То есть им нужно было просто снять Архана на фоне царя. Почему они в первый день поехали во дворец Бакасы? Потому что это легендарное место, легендарный Бакас, легендарный людоед, якобы людоед. Красивое место, которое оказалось такой пыльной деревенькой. Это есть что снять, правда? Дальше они должны были еще две недели там наснимать тоже таких красивых пейзажей. Но план был такой, чтобы выманить их в определенное место, где их и убили. Читайте доклад-досье. Я не помню уже, что вы меня еще спросили. Я не отговаривала Архана. И отношения между журналистами не таковы, что мы отговариваем друг друга. Мы описываем риски, если мы знаем. Но в России никто не знал, что Африку лучше Архана. Поэтому я не знаю человека, который отговаривает по такому признаку. К сожалению, мы не можем проникать заранее в умы наших убийц. И угадывать, убьют ли они человека на мосту в центре Москвы. Убьют ли они человека в центре Лондона. Или убьют ли они человека в Центрально-Африканской республике. То есть сегодня в этом смысле возможно все. Можно ли так говорить в России? Конечно. Что касается Алексея Навального. Сейчас история, которая получает развитие. Аллергический приступ, это то, что дают официальные или прокремлевские СМИ. Есть версия о том, что он был отравлен, но его не хотели убить, а хотели таким образом припугнуть. Вот что вы об этом думаете, об этой истории? Это можно назвать продолжением вот этой истории с Арханом, в частности? Нет. Конечно, это продолжение истории с Арханом. И я не сомневаюсь, что это какая-то спецоперация, проведенная в тюрьме. Когда они были на прогулке, кто-то туда проник, потому что, ну, я видела описание Алексея. Да, это не аллергия. Таких аллергий не бывает. И можно ли сказать, что, например, убийство журналиста Джамала Хашодж, да, с одной стороны, вытеснило ту трагическую историю, которая произошла в Центральной Африканской Республике? Или же, напротив, каждые подобные громкие дела, связанные с журналистами, вы упомянули Ивана Голунова, он, слава богу, остался жив, но вот они возобновляют и высветляют те события, которые были до этого? Невозможно спрятать ни за каким происшествием, ни за каким информационным всплеском убийства трех российских журналистов. Любых. Понимаете? Троих журналистов не убивали никогда. Убить троих журналистов, это нужно быть, ну, настоящими, отмороженными, такими вот маньяками. Я не считаю, что убийство Джамала Хашоги имело прямое отношение к нашей истории, хотя у меня есть вопросы к этому убийству, у меня есть вопросы к тому, как это освещалось, у меня есть вопросы к Саудовской Аравии, к Соединенным Штатам Америки, которые отлично проглотили это убийство. Это все-таки был колумнист Вашингтон-Пост. Убийство журналистов, это никогда не проходит попрасно. У нас звонок, примем его. Здравствуйте, как Вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Да, слушайте. Знаете, слушаю Вашу гостью, хочется ей как бы задать несколько таких простых, на мой взгляд, вопросов. Те круги, которые она представляет, журналистские, круги, объединяющие определенными взглядами, они, надеюсь, не считают, что режим, возьмем в кавычки, в России лично, Владимир Владимирович Путин страшный тиран и деспот, идиот. Да, и вы мне как вот киношница, просто как киношница, я хочу прослушать мнение, объяснить. Скажите, убить нетого Немцова красиво, на мосту, с хорошей картинкой, с ранее заготовленными потом реакциями газет по всему миру, это очень выгодно вот этому режиму? Он настолько туп, что не понимает, что это будет играть прежде всего против него. Да, спасибо вам. Режим. Не поняла вопроса. Режим настолько туп, что не понимает, что эти дела вызывают резонанс, я так понял, вопрос слушателя. Ну, дело в том, что если бы это было первое за 20 лет убийство, то мы бы услышали все то, что мы слышали, когда убили Политковскую, когда лично Путин вышел в день своего рождения и сказал, что Политковская была никто, а ее убийство вредило больше, чем вся ее писанина. Эти люди руководствуются совершенно другой логикой, и они, будучи спецслужбистами, не способны просчитывать такие вещи. Им кажется, что у них есть карт-бланш на убийство собственных граждан. Заметьте, они убивают по всему миру только своих. Они чужих не убивают. Им кажется, что это им за их услуги по всему миру, которые они оказывают разным, им кажется, что им спишется. Ну, Арханаджималя и его коллег, убитых в Центральной Африканской Республике, можно назвать жертвами нынешнего режима российского? Нет. Это плохое слово. Это не жертвы. Это люди, которые приближают конец этого режима. Эти люди говорили, писали, снимали. Это не имело такого влияния на ситуацию. Когда у журналиста не остается ресурса, его жизнь становится таким ресурсом. Вот их убили, и это будет один из последних шагов, пропасть для этого режима. Так что нам больно, но мы не теряем внимание того, что произошло. Да, я напомню, что на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский журналист Надежда Киворкова. Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». Вадим Родионов, Анна Смирнова и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами российский журналист Надежда Киворкова. Здравствуйте, Надежда Витальевна, еще раз. Да, если можно чуть поближе к микрофону, Надежда Витальевна, не слышим сейчас вас. Да. Да, сейчас слышим. Ну вот, вы как журналист, активно занимающийся расследованием этого убийства, по крайней мере, вы участвуете как друг, помогаете расследованию, которое произошло в Центральной Африканской Республике, чувствуете ли вы себя сегодня в безопасности в России, как журналист, как человек? Я не думаю об этом. Но это вопрос, который меня не интересует. Угрозы в ваш адрес поступают? Ну, это смешно. Ну, вы работали в горячих точках, вы говорили об этом и в первой части, упомянули в Ливии, и также ездили в Ирак. Это был трудный период? Нет, в Ливии я не была никогда. В Ливию меня не пустили, вот когда Архан там был. Это вообще был единственный раз, когда меня куда-либо не пустили. С Арханом вместе... Ну, не буду даже говорить, где мы были. Трудный это был период в вашей жизни? Какой? Когда вы работали в горячих точках. Да нет, конечно, это прекрасная, совершенно прекрасная работа, о чем вы говорите. Это очень бодро, весело. Это интересно, это важно. Это не так опасно, как это принято представлять. И я все-таки напоминаю, что Борис Немцов шел по очень безопасному месту в Москве, на котором, я не знаю, 30 камер, на котором везде стоят топтуны и охранники. За ним всегда шла охрана, которую ему приставили против его воли, ну, там, на каком-то расстоянии, и эти охранники куда-то непонятно куда делись. Поэтому война – это, знаете, гораздо более свободное пространство. Ну, может быть, мой вопрос прозвучит абстрактно, но как вы, что вы думаете о войнах? Считаете ли вы, что, например, верующий человек должен стоять на позициях пацифизма? Ну, христианин. Христианин современный, начиная с апостола Павла, вынужден стоять на позиции пацифизма. Хотя, ну, если мы углубимся в историю, мы знаем, что, допустим, Тамбовское восстание, знаменитое Тамбовское восстание после революции, было поднято верующими людьми. Если мы вспомним Разина и войны XVII века, и вообще весь раскол в России, это были верующие люди, которые, например, 10 лет держали оборону Славецкого монастыря против царских войск Алексея Михайловича. Если мы вспомним лесных братьев в Прибалтике после войны, это были верующие люди, это были греко-католики, католики православные, которые были христианами, и они сражались против оккупантов. Если мы вспомним, наконец, украинское сопротивление во время войны и после войны, это были верующие люди, это были православные христиане. Какой пацифизм? О чем речь? Ну, православная вера, на ваш взгляд, в современном обществе сегодня может объединить людей, или если мы вспомним, ну, последние события в Екатеринбурге, или автономию, скажем, украинской церкви, трудно об этом говорить сейчас, что вера объединяет. Несущая церковь, христиан в мире миллиард с небольшим. Это гигантское число людей. Среди этих людей мы найдем все спектры политических каких-то представлений. Там есть левые, правые, фашисты, коммунисты. Церковь – это большая вещь, там есть все. Но, конечно, в современном христианском учении стараниями за две тысячи лет всячески вычеркнуто то, что Христос принес, то, что Христос сказал. Он говорит об этом в Евангелии, не мир, кто принес, но меч. Поэтому ведь все дело в том, за что ты сражаешься, и от имени кого ты сражаешься. И современная российская власть всячески пытается позиционировать себя, как людей верующих. У нас наши подсвечники стоят на каждую Пасху, кто-то там очень умело крестит свои лбы, но никакой верующий человек, действующий от имени современного государства, тем более такого, как Россия, не может быть уверен в том, правильно ли он поступает. Человек, который такому государству, каким является современная Российская Федерация, сопротивляется, христианин ли он, мусульман ли он, этот человек более укреплен в своей эфире. Так мне кажется. Что вы думаете о формулировке оскорбления чувств верующих? И может ли чувство верующих действительно что-то оскорбить? Или какие-то гонения и нападки они только укрепляют веру, быть может, могут закалить ее? Такая бредовая статья, придуманная для того, чтобы просто людей сажать, даже говорить тут не о чем. Здесь еще интересно посмотреть на ситуацию с точки зрения сакрального восприятия российского президента, потому что можно нередко услышать о том, что Путин, он вне, скажем, российских чиновников, то есть он над ними, он первый после Бога, и есть мнение, что многие россияне, не все, но многие его так воспринимают. Вот насколько, на ваш взгляд, действительно фигура президента в этом смысле, в плане такого субъективного восприятия, непогрешимы. Есть ли это проблемы сегодня в российском обществе? Российское общество плюется на вашего непогрешимого Путина как только может. В магазине менты, полицаи, которые убивают демонстрантов на улице. Вот если вы послушаете, о чем они говорят, они Путина ненавидят. Потом, я извиняюсь, я не знаю, где вы читаете про какую-то сакральную фигуру. Это человек, ну, как бы вся наружность которого говорит о том, что это просто человек из подворотни. Это человек, который никогда не может поверить в то, что он стал президентом Российской Федерации. Вся его деятельность, вот эта мелочная мстительность, которая совершенно удивительным образом 20 лет в нем колокочет, говорит о том, что человек глубоко неудовлетворен собой, своей жизнью, своей участью. И он все время своими каблуками накладными он доказывает, что он больше, чем мы видим. Но тем не менее, ведь он 20 лет у власти, можно по-разному говорить, почему так получилось. Но если бы общество и народ его не поддерживали, вряд ли он смог бы так долго все-таки там оставаться? Или нет? Вот как вы считаете, почему так происходит? Потому что это очень большая, разорванная по территории, по часовым поясам страна. Потому что здесь народ дезориентирован, потому что народ, ну, очень, как я уже мы с этого начали, упал уровень образования, люди ничего не читают, люди смотрят ящик, у людей нет времени думать, люди очень тяжело живут в большинстве своем, очень тяжело зарабатывают свои там какие-то жалкие, не знаю, 300 долларов. Если 300 долларов зарабатываешь, уже, можно сказать, на плаву держишься. Ну, потому что люди в России долго запрягают, но я все-таки, все-таки как бы я напомню, что три революции в 20 веке, ну, как-то сделали, как-то напряглись так, включая то, что в Российской империи называлось окраинами, как-то смогли. Ну, можно ли сказать, что сегодня, в том числе и в России, ведется некоторая информационная война, и люди живут в разных информационных пространствах, как вы считаете? Мне кажется, что любой человек, который хочет узнать истину, он продирается сквозь свое происхождение, сквозь свою работу, сквозь свой социальный бэкграунд, вообще сквозь все. Вот если он хочет, он узнает. Но большинство людей, конечно, люди инновидные, люди предатели, люди заняты своими мелкими делами, своей маленькой жизнью. Ну, такова природа человека, об этом говорили все вероучителя, все пророки об этом говорили. Но историю делают те, которые преодолели. У нас звонок на линии радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы прославляете лесных братьев, братьев, а как вы относитесь, например, к бандеровцам, как вы относитесь к власову, как вы относитесь к победе в Великой Отечественной войне? Спасибо. Да, такой вопрос. Это большая, интересная тема, но могу сказать, что когда я, еще будучи совершенно юным существом, учащись в школе, прочитала Сулженицына, архипелагулаг, я была под гигантским впечатлением от прочитанного, и с тех пор у меня есть три неприкосновенных таких непересматриваемых страницы в истории. Это депортация народов, это сопротивление советской власти на тех территориях, куда она пришла, и это два с половиной миллиона русских, которые перешли на территорию Рейха, и которые рвались сражаться на Восточном фронте, куда их так и не поставили. Это власов. И я считаю, что история 20 века без этих трех очень важных компонентов не существует. И об истории Второй мировой войны можно говорить только в контексте принятия всех этих фактов, а также того факта, что Россия вошла во Вторую мировую войну, будучи союзником Германии, вошла на территорию Польши, которую вместе с Рейхом Советская Россия, Советский Союз разделили между собой. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как позовут? Здравствуйте, Раиса. Да, Раиса. Я извиняюсь, я не с самого начала слушаю вот комментарии эти, меня поражает до глубины души вот эти вещи, когда человек говорит, что в свое время к революции прорвались толпы. Вот если этот автор, кто сейчас, я извиняюсь, я начала не слышала, болеет и переживает за судьбы русского народа, то, наверное, надо ждать, когда он сам прозреет, а вот не с такими путешественниками, с такими писателями, которые от одной книги у них поднимается буря чувств, и не такие люди глупые, и не только они ящики там смотрят. Не надо подталкивать, только революцией было. Не надо подталкивать к революциям страну, которая уже измучена этими революциями. А, ну это реплика. Ну вот, готовы как-то прокомментировать то, что сказала радиослушательница? Это бедные люди, живущие между телевизором и, я не знаю, между первым российским каналом и вторым российским каналом. Я могу только им посочувствовать. Ну вот, мы говорили до звонков слушателей о разных информационных пространствах. Вы сказали, что человек, если ему надо, найдет верную, правдивую информацию, сможет как-то критически проанализировать. Согласно той информации, которая есть в интернете, вы обозреватель Rush Today телеканала. Ну, по крайней мере, что... Она ушла оттуда. Ну вот, этот телеканал нередко называют сейчас пропутинским. Ну, по крайней мере, говорят, что он занимается пропагандой. Какое у вас мнение по этому поводу? Что вы думаете? Ну, понимаете, я пришла туда как звезда со своей программой, которую, ну, как бы вот со своей системой поездок. И я ничего не ощутила, никакой цензуры. Вот единственное, куда меня не пустили, это в Ливию на сторону повстанцев. Ну, просто был запрет на вообще поездку в Ливию. Когда я там работала, они находились на совершенно другом уровне технического оснащения. И это была просто такая, по-моему, контора для ну, как бы таких, вот, юных западных людей, которые хотели попробовать себя в журналистике и которым казалось, что вот эта вот непонятная сторона России, вот там есть какое-то телевидение и вообще все левые люди, вот они должны там собираться, потому что они дают там возможность работать. Но большинство этих ребят давно оставило Rush Today, англичане, американцы такого рода давно перестали с ними сотрудничать. И там образовалась такая команда, которая за неплохие деньги проводит кремлевскую линию пропагандистскую по самым главным направлениям мировой политики, следуя просто методичке из Кремля. Другое дело, что, например, долгое время, поскольку в Кремле в администрации президента и сама Симонян не знают арабского, они не очень знали, что там происходит на арабском канале, там кое-что позволяло интересное. А на английском канале, конечно, началась пропаганда. У нас еще звонок, много радиослушателей на линии. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы задать вопрос такой. Вообще, вот я так понимаю, человек, писательность относится к либералам. Все-таки надо, наверное, осознавать ответственность. Вообще, понимаете ли, вот эта вот писательница или иже с ней, что смена лидеров в России это совсем не то же самое, что во Франции или Америке. Какой у вас вопрос? Стоялась демократия. Мой вопрос, осознают ли они до конца, с чем связаться? Потому что смена режима в России это совсем-совсем другое. Да, мы поняли вас. Да, вот что скажете. Во-первых, я не писательница, слава богу. Во-вторых, смена режима в России очень сильно оздоровит эту страну и главное, что она оздоровит возможности для тех стран, которые ее окружают. Вот это, мне кажется, существенно. Еще звонок у нас, много радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Алина. Задавайте вопрос. Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы могли бы определить, что такое пятая колонна? Ну и заодно, откуда пошло это название? И можно ли в современной России под это понятие кого-то подвести, допустим, ваших сторонников? Да, спасибо вам. Мои сторонники были убиты в Центральной Африканской Республике ровно год назад. Мои коллеги на Кавказе были убиты за эти 20 лет. И я устану перечислять моих друзей, которые были убиты на Кавказе, будучи там журналистами. Моя прекрасная я не могу назвать Анну Степановну моей подругой, но это человек, который на нас с Архангем произвел гигантское впечатление. Анна Политковская была убита в центре Москвы. Пятая колонна это термин, который ввел широкое употребление Хемингуэй, и я не готова сейчас обсуждать эту большую литературоведческую тему. Эту это словосочетание не вылазит из уст пропагандистов на российских каналах. Насколько я понимаю, вы не являетесь их отделением, поэтому можно мы не будем дальше продолжать? Нет. Люди, которые выходят на митинге, не являются ни пятой, ни шестой, ни седьмой колонн, как тут уже шутят наши российские шутники. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алексей. Еще раз, я просто коротенький вопрос хочу сказать. Понимаете, критиковать власть это всегда полезно, всегда. Но ваши гости и ее коллеги, они осознают, что то, чем она занимается, это не критика власти, а раскачивание ситуации в ее стране. Да, спасибо вам, Алексей. Слушайте, у вас такие интересные собеседники. В России у нас уже давно таких нет. я бы даже поближе познакомилась с ними. В России просто таких людей собрать, но это только профсоюз работников спецслужб или ветераны аппарата ЦК КПСС советского времени. где они там у вас сидят эти вот ваша пятая колонна, где они там? Мы сейчас еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас. Добрый Константин. Да, Константин, задавайте. Я объясню вашей гости, откуда мы тут такие беремся. Потому что мы живем в такой стране, которую она хочет построить в России. И мы знаем, к чему это приводит. Но это не вопрос. Вопрос следующий. По поводу российской пропаганды, коль уж мы заговорили о пишущей... Да, у вас буквально 20 секунд, потому что времени нет. Да, пропагандой занимается BBC, CNN, Russia Today занимается Fox News и так далее. Чем российская пропаганда преступнее, чем пропаганда BBC, Блюнберга и всего остального? Спасибо. Да, спасибо вам, Константин. Такой вопрос. Блюнберг, это... Я даже не знаю, в какой части это агентство, которое занимается в основном экономическими доступными очень небольшому кругу специалистов, вообще не так много людей, которые могут понять информацию Блюнберга. BBC это общественная британская корпорация, которая существует... будет... Даже непонятно, кто бы мог быть источником этой пропаганды. Наверное, эти люди просто со времени Советского Союза никогда не включали BBC. Ну, вы знаете... Я забыла, в чем вопрос-то? Пропаганда... В чем пропаганда западных СМИ, скажем так, хуже и лучше российской. Я так понял нашего слушателя. В чем отличие? И можно ли их сравнить вообще? Пропаганда всегда одинаковая, просто российская пропаганда вытеснила какое-либо другое мнение откуда бы то ни было, ну, скажем, в Америке, я хорошо знаю эту ситуацию, безумное количество радиостанций, безумное количество вообще всяческих возможностей людей организоваться, создать свой собственный источник информации свое маленькое или большое СМИ. В России такое СМИ будет разгромлено или лишено права на существование объявлено агентом, поэтому свобода слова и пропаганда это вещи, которые находятся в прямой связке. Вот она такая, на несколько секунд остается до конца эфира. Виталий задает вам вопрос, если можно на него ответить кратко. Кого вы видите на должности президента и премьер-министра в России, спрашивает наш радиослушатель? Вы знаете, я сначала хотела бы не увидеть там Путина, а дальше мы уже решим. Это не так сложно, это не такое важное место премьера и президента, чтобы вот как бы как диагент с фонарем ходить посреди белого дня и искать такого человека на рынке. Найдем, все будет. Ну что ж, спасибо, что нашли время, вышли в прямой эфир программы «Абаден доступен». Российский журналист Надежда Киворкова была с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.